Спасти и обезвредить. В школе безопасности работники ММК и подразделений демонстрировали навыки спасения людей, пострадавших на производстве, а также противостояли огню. Конкурс профессионального мастерства работы на высоте, организованный Центром подготовки кадров «Персонал» собрал более 30 участников, среди которых выбирали лучших в командном и личном зачетах. Подробнее в сюжете Надежда Кинаж. Есть или нет дыхания, прощупывается ли пульс? За секунды оценивается состояние, принимается решение вызвать скорую помощь. Пострадавшие без сознания начинаем реанимационные действия. Оказать именно доврачебную помощь – конкурсное задание. Непрямой массаж сердца чередуется с искусственным дыханием. 30 нажатий на грудную клетку, после – два вдоха. Комиссия оценивает не только технику выполнения. Важно понимание участников, для чего они все это делают с пострадавшим. Они поддерживают жизнеспособность его головного мозга. Они восстанавливают кровоток. Если они это будут выполнять, все действия до прибытия скорой, тогда у пострадавшего шанс есть уезжать. Нужно правильно выполнять. Для этого нужно учиться, конечно же. Для этого школа безопасности, в принципе, существует. Мы здесь отрабатываем навыки. Знание алгоритма действий при пожаре. Правильное использование первичных средств пожаротушения. Верный выбор огнетушителя в зависимости от того, какой материал горит. Выполнение задания в средствах индивидуальной защиты. За каждый пункт конкурсная комиссия начисляет баллы. Забыл надеть перчатки – штраф. Участникам, не сдавшим теорию, нет допуска к практике. Помимо теоретического этапа, в который входит 20 вопросов по профессии, можно сказать, из них 20 должно быть правильно, есть практический. Квест – это новинка. Решили показать на высоте, как работает команда. Команда, начиная от мастеров и заканчивая рабочим. И это будет уже второй этап на высоте. Первый – спасение и эвакуация пострадавшего. Помимо оказания помощи, участникам нужно еще и правильно перемещаться по конструкциям, верно подбирая страховочные привязи. Работа была на высоте, соответственно, нужно было правильно зафиксировать пострадавшего, правильно его опустить, без нервов, спокойно, аккуратно, но и в то же время не медлить. Для этого этот комплекс, в принципе, и придуман, чтобы люди имели большее понимание взаимодействия с пострадавшим, взаимодействия с средствами личной безопасности. Организаторы говорят, если участники будут и на рабочих местах соблюдать требования техники безопасности и знать алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, удастся избежать несчастных случаев на производстве. А значит, цель конкурса будет достигнута.